вы на канале лаборатория автомобильной диагностики mercedes axor вот этот четырнадцатого года вообще они все из подтопленных бочек и их тут очень много но покопавшись наверное можно найти но пробег не соответствует конечно часам покопавшись конечно можно найти без больших ущербов но это долго копаться нужно бак у него стоит другой большой видно хорошо с правой стороны кабина в точной сварке с левой стороны кабина в точной сварке стоит видеокамера перевозка опасных грузов была с левой стороны дверь не демонтировалась дверная рамка не правилась все целенькая но видите здесь вот нету вот этого рычажка который был на камазе правой стороны дверь не демонтировалась дверная рамка целая нашего производства машина набережные челны передняя ось правая сторона резина хорошая достаточно диск колесный тоже в общем то впечатляет но тормозные диски с хорошим достаточно остатком с левой стороны остаток резина приличный почти новое колесо расход тормозного диска с левой стороны больше чем справа и будет ремонт левого суппорта запаска висит передняя рулевая машина четырнадцатого года в принципе пробег не очень большой с левой стороны задняя резина с хорошим остатком кардиант с правой стороны такой же большой остаток как и с левой диски колесные крашеные вместе с гайками здесь тоже ступица крашеная v-образная тяга но более-менее нормальном состоянии задние тормозные диски толстые с левой стороны тоже такой же толстый диск стоит тормозной масса уже сюда выведена кабель канала не перекладывали все заводской упаковки в принципе вроде так все красиво смотрится подтеков снизу я не вижу в общем то сейчас задерем кабину посмотрим что там усилитель бампера вроде целый фара стоит уже устанавливалась но она не китайская с левой стороны с правой похоже его родная стоит еще стекло на кого вот лежит еще кусочек откуда тринадцатый год с левой стороны стекло лобовое стекло стоит родное пилкинтон мерседес но она менялась это скорее всего слабо века осталось четырнадцатый год стоит с правой стороны стекло по салон выглядит вот так на сиденье немножко конечно уже затерта здесь опять чуть накручена шатается болтается масса опять же по дыру здесь на сиденье такие вот да под затертые но в принципе салон более-менее я бы сказал рычаг здесь верха нету я не знаю почему-то отрывается у всех белому завозюкали не знаю мы ли что ли чем порошок остался не отмыли непонятно даже на капоте здесь есть белые пятна на сиденье вот тоже видимо не дом или делали химчистку скорее всего я так понимаю вот так вот это все смотрится принципе наверное подниму ковина потом заведу посмотрю машины тут давно стоят педали уже сцепление тут стерта машина из-под топливной бочки переднего виде передняя видеокамера установлена сзади тоже установлена видеокамера вот так он смотрится в принципе 2400 с ндс за такой пробег если там все подлинное то в общем то неплохо надо посмотреть как он физически ну а дальше будем делать выводы и он один тут с установленным большим топливным баком устанавливали его в общем то не очень давно фильтр солярка наверно летняя стекло не видно ничего в стекле заведется не заведется не знаю в номер хорошо читается хорошо его видно но и в принципе кабинта у него не крашеная просто полированная но вот так вот это смотрится все бампер красился передней серенькой краской скорее всего и крылья красились continental передняя резина но судя даже по резине установлена новая да но выедает ее по внешней дорожке потихонечку вполне может может быть что-нибудь типа шкварней но двигатель вроде снизу справа слева сухой более-менее зеркала с левой стороны целые это зеркало можно уже менять видите просвечивается тепловой элемент нагревателя с правой стороны зеркала целые поднял кабину да вот смотрите отопитель автономный сделан когда нельзя по-человечески сделать чтобы кабина целиком поднималась нет надо все через одно место сверху двигатель сухой турбина без подтеков не вижу ничего негативного и в принципе в патрубах интеркулера вроде бы разводов не видно сервисный щуп масляный то есть без щупа так вроде вроде все сухо и красиво лонжерон с левой стороны под кабиной целый с правой стороны под кабиной лонжерон целый ремонта следов не видно в принципе все красиво смотрится ну и здесь всасывающий патрубок во впускной коллектор без масляных разводов ну симпатяшка но здесь вот по краюшку откуда-то масло было не знаю откуда не видно но поддон сухой трехлистовая передняя рессора здесь ничего не отворачивалась в принципе все стоит родное но и с правой стороны тоже никаких следов демонтажа не было все родное в общем-то ничего страшного не видно в передней крышке течи вроде нет никаких все сухо амортизатор правый под кабиной уже вытек менять надо в фильтре парафин солярка летняя давно машины стоят не знаю заведется он или нет у нас попробуем завести аккумулятор осевший машина давно стоит клемма как сделано плотность у аккумулятора низкая и лед уже в нем плавает в банке принял замочек здесь зараза не открывается с этой стороны открыл но лючок открыт заведу посмотрю сапунит или нет как будто здесь разводы масляные открылся капот и другие аккумуляторы которые нормальные а в этих банках уже вода к сожалению сейчас проводочек под тахограф зачистим прикрутим и будем запускать пробуем сейчас свечка потухнет ага 466 020 032 километра все потухла запуск запустился отлично смотрим смотрим и сапунит не получается сделать печать что-то он тут печатает но что-то как-то непонятно сейчас посмотрим есть распечатка так смотрим что здесь у нас нижний новгород работал он там так семнадцатый год 324 тысячи 324 тысячи смотрите да 31 08 17 324 214 километров дальше идет 31 08 17 8-324 километра тысячи и дальше идет тот же день 31 08 17 8 8 километров видите как хорошо и дальше уже идет 16 07 по нулям вообще ахинея какая-то авин один и тот же в тахографе шумит гидрач но сейчас масло холодное еще нужно прогреть посмотреть что будет дальше люфта вроде нет конденсат конденсат в ресивере остаток сцепления берет уже в конце видите конденсат в ресивере вот это текущий компрессор судя по всему ну и скр неправильно работает но это мелочи жизни компрессор гонит масло так что здесь даже все в масле ужас но руль немножко поменьше стал гудеть нагрелось масло но все равно немножко гудит машина немного прогрелась смотрим как набирает обороты сейчас подключимся сделаем диагностику посмотрим как она работает немного парит но на улице холодно 12692 мот часа в общем то что в общем то пробег не соответствует да и не соответствует у нас распечатки по тахографу тоже охлаждающей жидкости у нас 52 при этом давление масла 2,3 бара мало уровень масла давление наддува смотрим да добавляем оборотиков поехали ну наддув полный смотрим за давлением масла отсечка 4,9 бара маловато будет по мануалу на этот двигатель положено 0,75 бара нижний предел да после этого считается неисправность но здесь 2,2 бара при температуре 55 градусов на самом деле мало будет давления но и масло старое в общем то отсечка на высоких оборотах не достигает 5 бар на масляном насосе ускорение по цилиндрам работа ПЛД смотрим в принципе очень даже неплохие результаты 875, 859 и так далее балансировка на холостом ходу 1,3 первый цилиндр минус 4,39 четвертый цилиндр выключаем на 10 секунд отсчитываем 10 секунд включаем зажигание продолжаем процесс ну и смотрим дальше система блок управления двигателем датчик положения коленчатого вала замыкания прикиньте это действующая неисправность в общем то ошибка параметров лампа ОБД так СКР датчик положения коленчатого вала короткое замыкание точно так же отражает эту неисправность так пневмоподвеска но все все что связано с пониженным напряжением приборная панель цифровой вход положение недопустимо это сохраненная неисправность датчик уровня топлива обрыв цепи или короткое замыкание на плюс не работает он у нас и в общем то из неприятностей все